Друзья, всем огромный привет! Добро пожаловать в мое новое видео и спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня, как я и обещала, будет вторая часть моих покупок из поездки в Милан и в Прагу. В прошлом видео я вам показывала свои покупки из Милана, а сегодня покажу то, что я купила в Праге. Давайте начнем с масс-маркета, а потом в конце будет самое интересное. Две покупки я сделала в H&M. Я уже говорила, что в Праге очень неплохой H&M. И, в принципе, очень часто можно там найти что-то интересное. У них, видимо, хороший байер, который закупает какие-то более-менее приличные модели, потому что у нас в Испании это что-то. Я туда вообще не захожу. Чаще всего у нас там просто тряпки. Я знаю, что некоторые ничего не хотят слушать об H&M. Говорят, нет-нет-нет, только не H&M. Но я иногда туда заглядываю, в премиум линейку. И еще мне интересна там коллаборация H&M с каким-нибудь дизайнером. Это всегда лимитированные вещи хорошего качества и по доступным ценам. Почему бы и нет? Конечно же, кашемир, купленный в люксе и в H&M, отличается. Но еще отличается и цена, что тоже иногда бывает приятно. И на самом деле вещи из коллабораций или из премиальной линейки купить даже на сайте не так уж и просто. Они прямо улетают, как горячие пирожки. И можно встретить очень часто на блогерах, в частности зарубежных, которые я смотрю. И они носят и джемпера, и H&M, и какие-то жакеты, и брюки. Так что я пересмотрела свою позицию и отношусь к этому бренду вполне нормально. И тоже кое-что иногда, не часто, конечно, но там нахожу для себя. Так, ну и давайте я покажу, что я купила. Я купила вот этот вот полосатый топик. Я думаю, что некоторые могли видеть его в моем видео в примерке. Этот топ я увидела на девушке-блогере в ютубе, и мне он очень понравился. Он хорошо смотрится. Я увидела его и зашла на сайт, и на сайте они были все распроданы. Тогда, я думаю, зайду-ка я в H&M в Праге, потому что там хороший H&M, и, возможно, там этот топик будет. И я не ошиблась. Он там действительно был. Этот топ имеет здесь вот такую резиночку, что очень удобно. И этот топ есть еще в лавандовом цвете, но лавандовый цвет как-то смотрится, знаете, дешево. И самое интересное, что в лавандовом цвете нет вот такой вот резиночки. Вот так на мне смотрится этот топ. Он у меня в размере S, и вот эта резиночка, знаете, держит довольно-таки плотно. То есть, я не думаю, что он будет сползать даже чуть-чуть. Топ укороченная модель, но с брюками на высокой талии, видите, не видно никакой области живота. А то некоторые мои зрители очень беспокоятся о том, что я показываю живот вместе с возрастным лицом. Наверное, что-то надо одно показывать, да, по их мнению. Либо живот, либо возрастное лицо. А вот интересно, плечи можно показывать с возрастным лицом вместе? Будут комментарии на этот счет. Вообще, я брала этот топ, чтобы носить под какой-нибудь жакет. Не знаю, может быть, когда наступят жаркие дни у нас в Испании, то захочется носить его отдельно. Ну, вот так вот, видите, я примеряю его с жакетом и классическими брюками. И мне кажется, вот этот топ именно с классическими брюками придает брюкам менее строгий вид. Еще этот топ очень классно смотрится с моими светлыми брюками Prada из прошлого видео. И еще один топ. Увидела я его на сайте. Обратила на него внимание, но не стала заказывать, потому что подумала, что, наверное, он не так хорош, как на картинке. Как говорится, ожидание и реальность. И решила так, зайду в H&M в Праге, и если он там будет, то я его примерю. И он там был, и не просто был, он был прямо на витрине, на манекене. Я его примерила, и он мне понравился. Прежде всего, мне понравилось то, что он выполнен из натуральной ткани и натурального оттенка. Так что он будет классно сочетаться с какими-нибудь брюками или юбкой тоже из натуральной ткани. Не иными брюками, допустим, или с какой-нибудь хлопковой юбкой будет хорошо смотреться. Единственное, что, конечно, выдает в нем то, что это недорогая вещь, это резинка сзади. Если бы это была вещь из какого-нибудь люкса, то резинки не было, и были бы какие-нибудь красивые застежки, допустим, крючочки какие-нибудь вот так вот сделаны. В общем, он как-нибудь застегивался или на замочке, но не резинка. Но, в принципе, для такой летней льняной вещи это вполне допустимо, я считаю. Этот топ я тоже взяла в размере S. Посмотрите, как он хорошо смотрится с этими брюками. И сумочка сюда хорошо вписалась, хоть оттенки и не совпадают, но сочетание цветов, на мой взгляд, достаточно гармоничное. Вот эти вот веревочки мне совсем не хочется завязывать на бантик, а пусть они вот так вот болтаются. Сзади вот эта вот резинка, видите, смотрится, в общем-то, совсем даже неплохо. Брительки регулируются, так что их можно подогнать под свой размер. Этот топ спереди выполнен как корсет, то есть там вставлены косточки, и мне как раз понравилось очень это сочетание корсета и льняной ткани. В этом топе очень много деталей, трапировка, корсетные косточки и довольно-таки открытая зона декольте. В этом случае низ должен быть максимально лаконичный, то есть вот такие вот брюки без каких-то лишних деталей, мне кажется, сюда подходят оптимально. Или какая-нибудь гладкая юбка. Еще одна вещь из мазмаркета, это уже бренд Манго. К нам в Манго я не захожу по той же причине, что и в H&M. То есть там практически никогда нельзя найти те вещи, которые тебе понравились на сайте. Они их просто не заказывают или что, какая-то странная позиция у Байера. В общем, одна, ну простите меня за мой жаркон, одна фигня там. Вот, и поэтому я решила зайти в Манго в Праге. Иногда, знаете, хочется вещь купить не на сайте, а потрогать, пощупать, померить. Это наша такая женская терапия. И там я нашла то, что в принципе искала. Это одна вещь, вот такой вот джемпер. Это джемпер, как бы уже не сезон для джемперов, но это джемпер из хлопка. Я его купила, потому что, ну для Испании, конечно, не актуально летом носить джемпера, даже из хлопка. А вот, допустим, мы часто ездим в Прагу, и там лето бывает не всегда такое прям жаркое, как у нас в Испании. И иногда хочется слегка утеплиться, что-то шерстяное надевать, как бы не совсем по сезону. А вот такой вот хлопковый джемпер прям в самый раз. Вот этот джемпер у меня тоже в размере S, но он немножко оверсайз. Красивая узорная вязка у него. Вот эти дырочки, на самом деле, они совсем не просвечиваются. Единственное, конечно, что нужно подбирать светлое белье, бежевое. Черное сюда не подойдет. Даже через эти дырочки оно может быть слегка выделяться. Рукав у него, видите, такой немножко объемный и длинный. Мне нравится, как он смотрится. И резиночка у него так как-то подогнута, сама подогнута, что ты когда его надеваешь, резиночка раз, сразу и подгибается. Как-то вот так связано, интересно. Мне понравилась его расцветка. Он хорошо как раз подойдет для летнего периода, потому что летом все-таки не хочется надевать какие-то темные джемпера, даже если и прохладно. Все равно хочется надевать что-то светлое. И вот этот джемпер, мне кажется, для лета просто отличная вещь. Ну а теперь, девочки, начинается самое интересное. Зашла я в Праге в Шанель. Я была в Шанель в Милане, но там не было того, что я искала. В принципе, я и не рассчитывала, потому что в Милане всегда все самое интересное раскупается моментально. А Прага все-таки город более поспокойный в этом смысле. И у меня была надежда на Прагу. Думаю, ну может быть там это будет. Ну и я зашла. И да, я нашла одну вещь, которую я искала. А вторую нет, не нашла. Не было моего размера. Но заместо нее я купила другое. Это знаете, как у нас был водитель, как мы его нанимали, когда мы с мужем куда-то уезжали. И нанимали моей маме и Полине водителя, чтобы он возил в школу. Или там нужно было в магазин за продуктами съездить. И этот парень все жаловался моей маме на свою жену. Вот как так? Вот она такая расточительная. Вот говорит, Лилия Ивановна, вот скажите, вот как так можно? Она пошла себе за джинсами. Джинсы не купила, а купила трусы. Мне мама слушает, говорит, его Сергей зовут. Говорит, Сереж, а я ее прекрасно понимаю. Так что так и у меня. Пошла за одной обувью, купила другую. Ну и сейчас вашему вниманию маленькая распаковочка. Я привезла две пары обуви прямо в коробках. Они у меня влезли в багаж. Я просто хотела дома красиво все это распаковать. Умеет, конечно, люкс делать красивую упаковку. Всегда очень приятно распаковывать. Это шуршание бумажки. Греет душу. И купила я, посмотрите, вот такие вот балетки. Балетки сейчас в моде опять. Они вернулись. Я с удовольствием подхватила этот тренд. Не всегда уже хочется надевать кроссовки или кеды. Хочется что-то более элегантное, но при этом удобное. Ну а следующая пара обуви для меня это неожиданная покупка все-таки. Я не планировала это покупать. Мешочки. Еще один пакетик. И в комплект идут вот такие вот интересные носочки. Но я не думаю, что я буду пользоваться этими носочками. Потому что мне кажется, что выглядит это немножко смешно. Я уже говорила, что я хотела купить кроссовки. Но моего размера не оказалось. Остался там только сороковой размер. И за место кроссовок я купила вот такие сандалии. Такую модель сандалии Шанель выпускают уже третье лето. Они были и чисто черные, были с блеском. Были и твидовые, и джинсовые, и ярко-розовые. В общем, каких только вариантов не было. Вот это коллекция весна-лето 23. Они их только получили. Уже практически не осталось никаких размеров. Но это обувь на любителя. Но мне нравится. Я люблю и носить и шпильку. И вот такие сандалии тоже. На этом у меня все с покупками. И я думаю, что мы с вами встретимся завтра. Потому что завтра утром мы хотим своим женским коллективом пойти на завтрак. Я забронировала столик в одном ресторане, который подает тоже завтраки. И пойдет моя мама, Кристина и еще приехала сестра моего мужа. И вот мы своим женским коллективом хотим пойти на завтрак. Так что я думаю, что возьму вас с собой. Так что до завтра. Всем доброе утро. Я, как и говорила, мы сегодня идем на завтрак. И показываю вам свой образ. На мне джемпер от Манго. Юбка сатиновая от бренда Endaza Stories. Серьги у меня от Zara. Помните, я показывала их в покупках. И сумка, и балетки от Шанель. Я уже решила обновить свои балетки. И надеваю их сегодня впервые. Надеюсь, я не натру ими ноги. А то у меня бывает такое с новой обувью. Завтрак у нас в ресторане с таким смешным названием. Трогобучис. Вообще-то это ресторан. Но они сделали террасу, которую отдали под завтраки. Вот такая она расслабленная. С креслицами. С такими кофейными столиками. Очень здесь уютно, светло. Это ресторан Андалусийской кухни. И завтраки здесь тоже подают в перемешку. Классические и Андалусийские. Ну, классические я имею в виду омлет. Там яйца Бенедикт или яичница. Я взяла Бенедикт. Я очень люблю Бенедикт с салмоном. И, конечно, не отказалась тебе в этом удовольствии. Мама моя тоже. А у Кристины такой вот интересный сэндвич. Я, кстати, говорила, что мы пойдем четвером. Но сестра немножко приболела. И поэтому она осталась дома. Сейчас я заехала в Агрохардин. Хочу купить корм Рокки гипоаллергенный. Потому что у него, оказывается, случилась аллергия. Он стал подчесываться. Но не так, чтобы очень сильно, но больше, чем нужно. И мы вчера были у ветеринара. И она ему сделала противоаллергический укол. Он сегодня перестал чесаться. И она сказала, что если он перестанет, значит, это на что-то внешнее. То есть, что-то цветет там на какие-то растения. Представляете, даже не знала, что у животных тоже бывает аллергия на цветение каких-то растений. Но в любом случае, я решила ему купить еще противоаллергический корм. У нас в этом Агрохардине продаются такие красивые цветы. Я всегда захожу сюда и просто любуюсь такой красотой. Всякие тропические растения. Здесь прям как в джунглях. Различные пальмы, какие-то папоротники. Очень много цветущих растений. Купила еще ему немножко консервов. Он их очень любит. И вот этот корм Дерма Комфорт. Балуем мы нашего мальчика. Ну а сейчас я уже пришла на маникюр-педикюр. Надо опять привести себя в порядок. В этот раз накрасила ногти вот таким вот лаком. Сначала я хотела накрасить каким-нибудь телесным в тон кожи. Но потом мне предложили вот эту новинку. Ну и я не стала возражать. Лак Хамелеон, но на камере почему-то он только сиреневый. А на ноги я выбрала лак. Видите, он такой яркий, красный, немножко уходящий в коралловый. Иду в сланцах, чтобы не смазать лак. Некогда ждать, пока он высохнет. Туфли положила в пакет. Все дела сделала. Поеду домой. Как утром ушла, так уже всего час вечера. Уже начинает темнеть. А я все еще не была дома. Все, наконец-то домой. Девочки мои дорогие, давненько мы с вами ничего не готовили. Так что сегодня на ужин у нас будет с вами фаршированный баклажан. Для этого нам подойдутся баклажан, цукини, помидор, лук, базилик я взяла, семена кориандра, перец. Еще нужна томатная паста, но заместо нее я взяла соус для спагетти Арабиата. Он остренький, мне очень нравится и отлично подходит к этому блюду. Рецепт этого блюда я посмотрела на ютубе у одной девушки-блогера из Америки. И теперь частенько его готовлю. Также это блюдо подходит для тех, кто соблюдает пост, потому что оно абсолютно вегетарианское. У баклажана частично снимаем кожицу. Цукини режем кубиками. Лук тоже мелко нарезаем. Еще я вам забыла сказать про чеснок. Берем зубчики чеснока, я взяла три. Также мелко нарезаем. Вот что у меня получилось. Баклажан кладем в посуду, поливаем растительным маслом. У меня оливковое, соль. И отправляем в духовку на 250 градусов. До того момента, пока он не станет мягким. Примерно минут 20-30. Тем временем обжариваем лук и цукини. Добавляем соль, перец, другие приправы, которые вам нравятся. Кориандр я перемалываю в ступке. И отправляю к овощам туда же чеснок и соус арабиата. Все хорошо перемешиваем. Нарезаем свежесть зелени. У меня кинза. И также добавляем ее к овощам. Готовить я буду вот в такой посуде. Теперь пришла очередь помидора. Нарезаем его тонкими пластинками и выкладываем дно посуды. Сверху на помидоры немножко распределяю соус арабиата. Проверяем наш баклажан. Его нужно перевернуть и оставить еще на несколько минут. Теперь баклажан готов. Вот такой он должен быть мягенький. Обратите внимание. Но не размазня. Выкладываем баклажан на помидоры. И разрезаем ножом, но не до конца. У нас получается конвертик. Теперь сюда мы выложим начинку из цукини. И все, что у нас осталось, распределим вокруг баклажана. Теперь закрываем фольгой и отправляем в духовку на 230 градусов примерно на 15 минут. Через 15 минут баклажаны можно достать, снять фольгу, посыпать сыром и отправить в духовку минут на 5, чтобы сыр подрумянился. Баклажанчик наш готов. Теперь надо посыпать его свежей зеленью. У меня снова кинза. Такие баклажанчики вкусно подавать с рисом. У меня все на сегодня. Надеюсь, вам было интересно со мной. И до скорых встреч в новом видео. Всем пока!